МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Первый независимый ЗАП-ТВ. В студии Ирина Никифорова. Мы показываем новости 4 из Абайкальского края. Спонсор выпуска – агрохолдинг «Комсомолец». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В агрохолдинг требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Звоните 21 75 07 8 914 509 26 84. И сегодня в выпуске вы увидите... Пожары в Балейском районе. Местные жители наблюдают в третью неделю, как горит округа. Подробнее в этом выпуске. Очередная прогулка по улице Горького с экспертами Народного фронта. О сомнительном содержании общественной территории после реконструкции смотрите в выпуске новостей. Стали известны подробности провала прошлого отопительного сезона. Подробнее смотрите в нашем выпуске. В Чите есть множество домов-призраков, которые на самом деле есть, но о них предпочитают забыть. О жителях одного из таких домов расскажем в этом выпуске новостей. Теперь об этих и других событиях более подробно. Забайкальские леса продолжают гореть. Жители Балейского района присылают видео пожаров и требуют начать уже наконец-то их тушить. Подробнее далее в сюжете. Вновь тревожные вести из Балейского района. В этот раз без пьяных лесничих, но леса горят. Местные жители утверждают, пожары не тушат. Восемнадцатое августа, двадцать четвертый год. Село Саранное. Догонь уже подходит. Аж все черное. Лес-то горит, б***ь. Там даже черным аж полыхает все. Двадцатая августа. Вот так горит. Заболеем, пать сухая. Все в дыму. Это при том, при всем, что я нахожусь почти в восемнадцати километрах от города. А там горит больничная пать. Уже дальше ушла, я не знаю, там как пать называется. Тоже все в дыму. Пать сухая горит за Новотроицком уже неделю. Пока пожар только начинался, его никто не тушил. Теперь вот разгорелось. А прямо напротив лесоучасток Саранное. Он горит уже полмесяца. Местные опасаются, что пожар, который не тушат, уйдет на и так изрядно пострадавший заказник Семеновский и на Нерчевский район. В МЧС отметили, что там работают лесопожарные. И пока огонь не подойдет границам поселений, это не их юрисдикция. Хотя посты выставлены, ведется наблюдение. В Минприроде, в чьем подведомстве как раз и находятся лесные пожарные, на данный момент только общая информация. Действует 72 пожара на площади более 120 тысяч гектаров. В тушении задействованы 630 лесных пожарных с применением 56 единиц техники. Участвует ли из этих мощностей хоть что-то против пожаров возле Балея, сейчас неизвестно. А вот местные видели один вертолет и продолжают злать видео, как огонь пожирает их леса возле населенных пунктов. Следите за ситуацией с нами. Вячеслав Барнинский, Ирина Тимофеева и Павел Шухляев. ЗАП-ТВ. Совсем скоро начнется отопительный сезон. Вспомним, почему же предыдущий был провален. Тем более на днях появилась информация о том, что котельная машзавода была принята с рядом нарушений. Подробнее в сюжете Ивана Батырева. Последние летние деньки. Приятная осенняя меланхолия уже ощущается в воздухе. А у четинцев появляется тревога на фоне предстоящего отопительного сезона. Скоро зима. Замерзнут ли люди на сей раз или это уже не вопрос? На днях стали появляться подробности о котельной машзавода и о прохождении ОЗП 23-24 года. Оказалось, что в акте проверки готовности котельной от 5 сентября прошлого года было выявлено 12 пунктов замечаний. Тем не менее, котельную все равно запустили. Итог. Прошлую зиму жители домов, подключенных к котельной, замерзали в своих квартирах. Вот уже дня 4 у нас вообще температуры нет. Вообще низкая температура. С ноября месяца вообще у нас в квартире 6-7 градусов. Спасает, что у людей у некоторых есть печки. В прошлом году один котел был выведен из эксплуатации. Еще два не прошли техническое освидетельствование. Не хватало запасов топлива, персонала и инструментов, средств защиты и пожаротушения. Не было даже ряда технической документации. Но давайте вспомним, что говорила тогда ситименеджер Щеглова о готовности к отопительному сезону. У нас такая погода очень хорошая, осень теплая. Но вместе с тем все равно у нас есть определенные, уже сейчас абсолютно точные уверенности о том, что город готов к зиме. Но в целом у нас и ТКГ-14, и наши котельные, и водоканал абсолютно все готовы. В итоге к зиме не было готово примерно ничего и никто. И Ини Щегловой, очевидно, это было известно. Ведь в акте проверки готовности к отопительному сезону стояли подписи ее непосредственных подчиненных – Поповой и Грибановой. На недавней планерке в администрации города, среди прочих тем, была упомянута вопиющая ситуация с отоплением котельной машзавода. Помните, то, что у нас было в прошлом году, это была очень тяжелая ситуация, поэтому нам нужно готовиться к этому процессу. Несмотря на то, что теплоэнергосервис у нас подготовился с точки зрения технического и технологического, я имею в виду подготовка котлов, линии электропередач, ремонтных своих работ, а тем не менее, все равно, обжегшись единожды на молоке, будем дуть теперь и на воду в том числе, потому что дети у нас очень серьезно пострадали в предыдущий отопительный сезон. Пострадали в прошлый отопительный сезон не только дети, но и огромное число жителей города, они реально замерзали в своих домах. Здесь Щеглова опять юлит, делая акцент в первую очередь на школы, детские сады и прочие социально значимые объекты. Жители домов по улице Новобульварной получили вот такие уведомления. Общество с ограниченной ответственностью теплоэнергосервис, владеющее котельными машзавода, решило покинуть теплосети с 1 апреля 2025 года. Пока неизвестно, кому они перейдут в будущем, но известно, что грядущий отопительный сезон жителям придется отапливаться от старой, изношенной котельной. Напомним, в прошлом году было выявлено 12 нарушений, но это никак не помешало чиновникам мэрии подписать акт проверки готовности к ОЗП 23-24 года. Подписан он был 5 сентября, а уже 12 числа подписана бумага о полной готовности котельной теплоэнергосервиса. Что же получается, в деле о замерзающих всю зиму четинцах есть виновные? Нет, в Забайкальском крае законодательство исправно работает лишь в отношении простых граждан, а если дело касается чиновников, то их можно лишь пожурить и включить режим надежды, что впредь они таких ошибок не допустят. В Уголовном кодексе есть статья 293 «Халатность». По этой статье, например, в 2016 году проходила глава поселка Эдучанка Иркутской области. Было установлено, что в период подготовки к отопительному сезону чиновница не осуществляла контроль над готовностью объекта. В том же 2016 году в Ижевске было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей чиновниками администрации города. В Забайкальском крае правоохранители даже не заинтересовались срывом отопительного сезона. Между тем, горожане, получившие вот такое уведомление, и, поняв, что еще одну зиму они проведут в холоде, отапливаясь полумертвой котельной машзавода, забили тревогу. Сейчас они готовят обращение к губернатору Осипову с просьбой принять меры, дабы избежать аварийной ситуации. А также просят рассмотреть вопрос перехода на сети ТГК-14. А как вы думаете, решит ли эту проблему краевая власть и губернатор? Иван Батырев, Иван Корнев, ЗАПТВ Не так давно мы показывали краткий обзор на улицу Горького в Чите после реконструкции. Журналисты ЗАПТВ вместе с экспертами Народного фронта в очередной раз прогулялись по аллее. О ее содержании смотрите в сюжете Виктора Соловьева. Как, по вашему мнению, должна выглядеть аллея Горького после реконструкции стоимостью в 213 миллионов рублей? Явно не так. Очередной рейд по одной из центральных улиц Читы с экспертами Народного фронта – это попытка еще раз показать отношения местных властей к Читинцам и гостям города. Потратить бюджетные сотни миллионов в рамках нацпроекта, сорвать сроки сдачи объекта, завершить реконструкцию с грубейшими нарушениями, год исправлять косяки горе-строителей, а после и вовсе забить на содержание территории. Состояние запущенное, можно сказать, крайне запущенное, потому что мы видим, что нет никакого озеленения ни газона. То есть фрагментарно высажены цветы в клумбах и не более того. Вот никто не ухаживает за деревьями, к сожалению. Ну и с момента нашей публикации, к сожалению, ничего не изменилось, хотя мы в том числе, кроме СМИ, обратились еще и напрямую в администрацию. С тем, чтобы они каким-то образом посодействовали наведению порядка здесь. Но, к сожалению, трава осталась, ничего не изменилось. Между первой публикацией от экспертов Народного фронта и нашим сюжетом у чиновников была неделя для того, чтобы хотя бы очистить тротуарную плитку от сорняков. Но они даже пальцем не пошевелили. Из содержания территории это поливка высаженных цветов на клумбах. Уничтожение сорняков, помощь в адаптации молодым деревьям, высадка газона. Здесь не делают ничего из вышеперечисленного. Хотя деньги на содержание в городе выделяются на постоянной основе. И помимо того, что пешеходная зона обросла травой уже по колено, прохожим больно смотреть и на высаженные, на погибель деревья. У городской администрации во время реконструкции улицы Горького были попытки озеленить вот эту вот зеленую зону, которая не является пешеходной. Но сейчас по итогу видим, что сидят какие-то просто засохшие ростки. Вы можете сейчас определить, что это за растение? Ну, конечно, это видно. Это сирень. Сирень или обыкновенная, или виргинская. И мы очень хорошо видим, что изначально она начала отрастать, она цвела. Это можно видеть. По крайней мере, у нее попытка была зацвести. Ну, в результате недостатка влаги, она засохла. И, скорее всего, на следующий год она уже не восстановится. Деревянные аллеи высаживали как маленькие, так и большие. Большие высаживали для того, чтобы добиться эффекта озеленения. Эффекта они добились, но только обратного. Мания засадить весь город декоративными елками не обошла стороной и улицу Горького. Только вот смотреть на эти хвойные без слез невозможно. Неужели специалисты Комитета городского хозяйства не могли получить понятный для чиновников ликбез, как ухаживать за такими растениями? Или просто не хотели? Если мы посмотрим, то большинство из этих елей, они либо засохли, либо они засохли не полностью. То есть у них какие-то ветки живыми остались, но мы уже не получим красивых декоративных деревьев. То есть они будут вот такими вот корявыми, уродливыми. То есть получается, что неэстетическая составляющая как бы не будет выполняться. То, что мы получили на выходе, не имеет ничего общего ни с первым, ни со вторым проектом. Проекты делаются не с привязкой к территории, без учета ресурсников, климатических условий и всего прочего. Никто не контролирует. Ну, красивые деревья нарисовали, их посадили. О том, что будут они расти или нет, ну, как бы никто об этом, в принципе, не задумывался. Траву на тротуарные плитки потоптали, на засохшие деревья посмотрели. Самое время обратить взор на ограждение. На просьбы четинцев открыть сквозной проход на улице просто наплевали. После того, как в администрации города объявили о завершении реконструкции Горького, люди начали втыкаться вот в эти заборчики. И просили немногого убрать пару пролетов ограждения и нарисовать пешеходный переход. Но в мэрии делать этого не собирались и не собираются. И вообще уже есть официальный ответ, что аллея Горького вовсе не аллея, а просто улица. У нас есть официальный ответ ГИБДД, в том числе города, то, что это и не является аллеей, в принципе, по документам. То есть это было привычное название и прежняя конструкция улицы, которая до этого строилась. На момент реконструкции есть законопроект, согласно которому сейчас эта улица полностью соответствует, потому что она называется улицей, аллеей она не является, то есть сквозных проходов в ней быть не должно. Но территория, где ездят машины, должна быть огорожена. Поэтому, ну да, сейчас все. Теперь мы получили, к сожалению, улицу. Сегодня аллея, простите, улица Горького, выглядит совсем не так, как было задумано по проекту. Кроме этого, на ней нет ни содержания, ни обслуживания. Даже если сейчас вырвать все сорняки из плитки, что сделать будет очень сложно, то в скором времени эта территория снова отвратительно зарастет. И чиновники городской администрации не делают вообще ничего. Эксперты Народного фронта, так же, как и ЗАП-ТВ, будут требовать от них исполнения элементарных обязанностей. Виктор Соловьев, Ирина Тимофеева, Павел Шухляев, ЗАП-ТВ. Аврора Газ. Газификация 4. Подать заявку можно по следующим адресам. По вопросам, связанным с подачей документов, читинцы могут проконсультироваться и по телефону горячей линии. 8 924 021 29 16. В Госдуме обсуждают введение ежегодной индексации платы за услуги управляющих компаний в многоэтажках. Такую норму хотят записать Жилищный кодекс Российской Федерации. Речь идет об обслуживании домов, уборке подъездов, ремонте оборудования и так далее. Сейчас стоимость таких услуг, в отличие, например, от тарифов за коммуналку, каждый год хотя бы не растет на государственном уровне. Обслуживающие компании могут поднять цены, но только после одобрения жильцов. Депутаты же недовольны, цены на ремонт растут, а россияне при этом добровольно не хотят платить больше, что в свою очередь якобы ускоряет обветшание жилфонда, который часто и так в аварийном состоянии по вине властей. Первым заместителем руководителя Минстроя Забайкалья назначен Максим Питунин, сообщает пресс-служба правительства края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Осипов 23 августа. Максим Питунин в 2007 году окончил Липецкий госуниверситет, имеет квалификацию инженера. Работал на различных должностях в проектной сфере. Для назначения на должность замминистра строительства Максим Питунин возглавлял ОНО «Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив». Занимал должность начальника управления контроля подготовки к строительству производственного департамента группы компаний «15-20» и замдиректора проектного бюро «РИЦ». Ранее Забайкальский Минстрой оказался снова обезглавлен. Руководить министерством стал временно вице-премьер правительства края Алексей Гончаров. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов может быть отстранен от должности из-за срыва национальной программы «Плавание для всех», разработанной по поручению президента России. Соответствующий ответ, который имеется в распоряжении редакции «Забру», был дан по итогам мероприятия на тему реализации данной программы. В 2023 году контрольно-счетная палата выявила провал программы в Забайкалье. Она была сформирована без предварительной оценки развития отрасли в регионе и имеет низкое качество формирования, нет финансирования. Прокуратура вносила представление об устранении нарушений министру спорта Забайкалья Андрею Середкину. Мероприятия в крае не реализовываются. Цель по созданию условий доступности занятий плаванием для различных групп населений не достигнута. Ничего не сделано, программа не разработана, которая обязательно к исполнению по поручению президента. Дети тонут. За пять лет только один школьный бассейн был сделан на КСК, добавил президент региональной федерации плавания Александр Старицын. В редакцию ЗАП-ТВ обратились жители поселка Кадала. Их дом в ужасающем состоянии уже давно, но в нем продолжают жить. Администрация и комитет городского хозяйства бездействуют. Подробности в материале моих коллег. По данным официального ресурса ГосЖКХ, на этот год в Чите в аварийном состоянии числятся 103 дома. Вот только среди перечисленных почему-то нет множества домов, где уже десятки раз бывали наши съемочные группы. Нет дома по дивизионной, жители которого объявляли голодовку. Нет дома с адресом ЛАЗО-24Б. Нет и тех, кто проживает в Кадале по адресу Реалбаза-110. Кстати, этот дом вы не найдете и по поиску на сайте капремонта. А вот на сайте МинЖКХ он есть и имеет статус исправного. Ну, какое состояние дома? Во-первых, второй этаж весь, там крыша, начиная с крыши, на крыше нету трубы. Ой, трубы развалились, кирпичные. Сделать их никто не сможет, так как туда не подлезешь, туда нужно крышу сносить полностью и делать. Ведь люди, получается, с первого этажа, вот первая вот эта квартира, она не топится, потому что трубы там нету, затопить они не могут. Они на обогревателе, у них трое детей, они на обогревателе живут. Все это за крышей, бежит на крыше, там у нас ведра, тазы стоят. Это все капает сгнившие, подъездная стена получается сгнившая. Следующий подъезд, там уже обрушиваться, так как там постоянно текет крыша вот эта, где лестница, и она протекает, и она уже сгнивает. Но сгнива, провалиться в любое время может обрушиться. Жители дома обращались во множество инстанций. По традиции получали отписки. Как, например, жительница одной из квартир, Лилия Подбегалова. Она написала обращение губернатору, в ответ получила стандартные фразы, что обследование дома может и состоиться, но при выделении достаточного финансирования. Ответ настолько отписочный, что его составитель даже не удосужился проверить имя и отчество получателя. Лилия Ивановна живет на втором этаже, она первая ощущает на себе осадки. Бежит, да, вот здесь вот бежит, везде ведра стоят, там тазы, крыша вообще решит, то везде. Другая обладательница квартиры в этом доме, Наталья, начала обращаться в инстанции еще в 2014 году. В 2015-м квартиру признали непригодной для проживания, а потом опять же предложили скинуться жильцам для проведения комиссии о признании дома аварийным. А с 2017-го соседи стали обращаться в суд. Были отказы от суда. Мы обратились в прокуратуру. Прокуратура занялась нашим делом, нашим домом, начали проверку, признали бездействие администрации Черновского района, что они бездействовали по этому дому, что, оказывается, они должны были создать комиссию и признать дом непригодным, а просто пропустили почему-то наш дом. Вокруг 11 домов были признаны непригодным для проживания. Какие-то дома сейчас подлежат на расселение программы 2019-2025, какие-то дома на другую программу уже перебросили. Наш дом почему-то пропустили. Наш дом никуда не включили, ни в одну программу, не признают его пригодным, непригодным для проживания. В марте текущего года состоялось заседание суда, который постановил. Возложить на администрацию городского округа город Чита обязанность в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу провести обследование специализированной организации строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу город Чита, улица Реалбаза, дом 110. Решение суда вступило в силу. Обозначенный срок в два месяца давно прошел, но ничего не происходит. Жители дома много раз обращались в комитет городского хозяйства, чтобы получить ответ на вопрос, когда же состоится обследование конструкций дома. Но с ними даже никто не разговаривал. Наконец назначили дату приема, куда заявители отправились вместе с нашей съемочной группой. В комитете городского хозяйства специалисты, увидев нашу съемочную группу, давать какие-либо комментарии отказались. Но сейчас идет разговор наших заявителей вот за этими дверьми. Может быть, они получат какой-то ответ. Сказали, что они, видимо, согласовали ответы с администрацией города Читы, что сейчас они в поиске строительной компании. Нужно три подрядчика им найти, три коммерческих предложения, чтобы назначить эту бригаду, которая будет рассматривать наш дом строительный. Для этого на сегодняшний день найдена только одна строительная компания, то есть им не хватает двух коммерческих предложений. Но они сказали, что мы можем, как жильцы, посодействовать, найти сами эту коммерческую. На вопрос, почему вы этой работой не занимаетесь, почему вы не ищете, потому что, говорит, ну мы ищем, но нам никто не отвечает. На вопрос, опять же, почему нам столько времени отвечали неадекватно. Сказали, что сотрудник недавно работает, не знает, как правильно отвечать, а сотрудник, который нашими делами занимается, она в отпуске до 23 сентября, то есть ее официально сейчас здесь нет. Почему так ответили, непонятно, в общем. Дальше, что нам еще сказали? Что все-таки мы можем сами сделать эту комиссию. И она будет признана ответить? Будет, если была аккредитованная компания, то есть если будет аккредитована, юридически все правильно, и будут подписи от собственников, что никто, ну вот у нас пять собственников, в доме и каждый собственник должен подписаться, что не против этой компании. Ну, сделать эту проверку, да, думаю. Вот после этого они признают нашу комиссию, да, что действительно дом аварийный, ну и то под вопросом. Я говорю, есть практика, что люди делали такие комиссии, и они были не признаны, недействительны. В суде говорят, что будет недействительно, что именно выдох. Но она отвечает, у нас с 22 года, говорит, лежат дела, и до сих пор, говорит, мы рассматриваем, у нас эти иски лежат, предписания лежат, коммерческих предложений нет, и все это стоит, говорит, так что и не надейтесь, что это будет. И деньги еще могут не выделить. То есть мы, говорит, найдем строительную компанию, будет три коммерческих, скажем, вот такая-то сумма, да, самая наименьшая, администрация города Читы может ее не дать. Денег в бюджет не будет, и все, все зависнет и будет стоять на месте. Как обычно, спасение утопающих – дело их самих. Сами найдите организацию, которая проведет обследование дома, оплатите ее услуги, а дальше посмотрим. При этом оставаться в доме опаснее с каждой минутой. В 2000 году был у нас пожар на втором этаже. Над нами квартира горела. Приезжала пожарная и тушила, много воды вылила, и балка прогнила, получается, между первым и вторым этажом. Получилось у нас над печкой повисло потолок, мы хотели отремонтировать, обратились в строительную компанию, нам сказали, что сделать ремонт невозможно, потому что балка несущая, если начнут, дом будет разрушаться полностью. Уже больше 10 лет жильцы этого дома пытаются добиться хоть каких-то изменений, но власти не слышат их и не видят. Этого дома нет ни в списках на признание аварийным или на расселение, ни даже на проведение электричества. Когда в соседних домах проводили свет, почему-то адреса «Реалбаза-110» не было. Свет вот у нас проводили, всем домам ближайшим проводили свет. Была компания бурятская, они нам объяснили, вас нету в списках. Почему у нас нету в списках? Мы ни с кого не добились. Энергосбыта тоже сказали, ничего не знаем. В энергосбыт я ездила. Счетчики им повесили, доводчики у них. В подъездах свет горит. У нашего дома никакого нет. У нас все в аварийном состоянии, подсоединено напрямую. Все это горит. Обслуживать они нас не хотят, хоть мы и платим за свет. Все в лучших традициях разрушающихся домов. Здесь присутствуют даже балконы, на которые уже просто опасно выходить. Люди уже длительное время на них просто не выходят, потому что страшно. По соседству стоит дом, который был признан аварийным. Но вот расселят его только к 41-му году. Признали аварийным в 2020 году. Переселение, как бы мы не попали в эту программу. И сказали, в 41-м году только под снос этого дома. Это моему маленькому ребенку будет уже 18-19 лет. Нас тогда только переселят. Жить, конечно, невозможно. Помойка, вот сейчас будут дожди. Эта помойка вся потекет сюда, и все ко мне в подполе. Вот этот фундамент, он весь вообще разрушенный уже. Все под полом у нас. Вся помойка, вот эта вся вода стекает под пол. И получается, квартира-то цветет у меня. По наружной стене дома ползет огромная трещина, которую женщины, коих абсолютное большинство здесь, замазывают своими силами. Где глиной, где еще чем. Дом ведет, шифер с крыши весь слетел, плесень как снаружи, так и внутри квартир. У взрослых и детей развиваются хронические заболевания от бронхита до астмы. Печи проседают, перекрытия сгнили. А людям до долгожданного переселения надо продержаться еще 17 лет. Трубы у нас на крыше, шифер весь летит. Трубы все развалились, сгорели, все кирпичи вываливаются. А я пенсионерка, у меня пенсия 15 тысяч. И где же я могу на эту пенсию кого-то нанять? Это же смешно просто. Вот выживаем, как можем. Разве люди, живущие в этих домах, требуют чего-то запредельного? Право каждого на жилье закреплено Конституцией. Никто не может быть произвольно его лишен. В ситуации жителей этих домов выходит, что их как раз бросают на произвол судьбы. Юлия Банщикова, Павел Карпов, Иван Корнев, ЗАПТ-ТВ И хоть лето подходит к концу, не все еще успели попробовать вкусный традиционный шашлык. Но мы с торгово-развлекательным центром Макси и торговой сетью «Караван» готовы это исправить. На площадке у торгово-развлекательного центра Макси в эти выходные будет по-настоящему жарко, ведь там состоится битва шашлычников. Соревноваться в мастерстве будут представители двух ресторанов – «Кавказская пленница» и «Четинка». А вот кто из них станет лучшим, будет зависеть только от вас. Обязательно приходите по адресу Шилова 100, торгово-развлекательный центр Макси, 25 августа в 11.00 и не пропустите вкусные выходные. Пытайте правильно, кушайте вкусным шашлыком. Шашлык – дело тонкое, но вкусное, скажу вам. Зажжем эти выходные вместе с торгово-развлекательным центром Макси. Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом и программой. Под нашими выпусками новостей на Дзене, Ютубе, ВКонтакте. Делитесь публикациями ЗАП-ТВ в социальных сетях, на своих страницах, делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. А я с вами прощаюсь. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на ЗАП-ТВ. Спонсор выпуска – салон настенных и напольных покрытий Керамика Плюс. Магазин Керамика Плюс предлагает керамическую плитку от 600 рублей. Производство Россия, Индия, Турция. Более двух тысяч моделей в наличии на любой бюджет и вкус. Керамика Плюс. Чайковского, 30. Суббота, 22 августа. Температура воздуха ночью составит плюс 12, днем плюс 22 градуса. Возможны кратковременные осадки. Ветер умеренный от 3 до 6 метров в секунду. А у меня на этом все. До новых встреч в эфире! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!